Я Беликов Николай Васильевич, пенсионер, имею свою дачу в Смоковичах. Ну и стараюсь ее поддерживать в надлежащем виде, чтобы действительно. Поэтому я обкащил здесь газончик. Здесь у меня росли розочки на полметра высотой. Они давали большой смесь аромат, красоту, смесь и цветов. Вот, на днях я услышал здесь газонокосилку, вышел. И здесь, оказывается, паренек начал скашивать эти розы тупой пилой. Она просто их пожевала. Я ему задал вопрос. Ну что, стало красивее? Мне председатель сказал, чтобы и тут все, значит, скосили. Ну, я говорю, значит, если вы скосили, значит, вы должны за собой и убрать, наверное. Ну, так и осталось скошенное лежать. Вот, проходит дня три. Сегодня я приезжаю, в смысле, на дачу. С женой работали на участке. Подъезжает машина легковая, синяя. И вот, выходят две девушки с белыми, большими спецебедрами. Ну, я так понял, что, значит, коль насорили, значит, идут, в смысле, убирать. Вот, ну, мы остались работать на участке там. Вот, спустя где-то некоторое время, когда машина уехала, жена заметила, что весь этот мусор, все отходы специскошенного были перекинуты через забор. Ну, я никак не назову это, как детство, где шалуны просто сделали. И вот теперь нужно смотреть на это ломать, вместо того, что здесь действительно цвели цветы. Октябрьский сельский совет, вот. Лускович у вас там, да? Ну, да, Лускович, наверное. Ну, я... Ну, хоть бы подошли к нам, да сказали, мусор уберите или что, а то подъехали, ничего не говора. Накидали нам в огород мусор и все. Так, а где культура нашего района? Ни где защиты нема, ни где не можно права найти. Да, теперь беззащитный простой человек. И я считаю, что вместо того, чтобы где-то, ну, значит, найти какую-то правду, ты еще будешь наказан. Андрей Анатольевич, зверните, коли ласка, на эту проблему увагу. И разберитесь, хай кто потребно выбачиться и приберуть сметти людям. Анатольевич, зверните, когда ласка, на эту проблему увагу. Анатольевич, зверните, когда ласка, на эту проблему увагу. Продолжение следует...